Вот смотри, тут немцы, как на я выглянула, они уже тут стоят. Большим зубом выбрались, только потом поняли, что могли погибнуть. Время на улицах города ночью было неспокойно. В то время, да, было очень неспокойно. Северовинск – красивый город, особенно летом, как верно подметил один из героев нашего телеблога. И хотя все программы о тебе, родной город, это особенно, ведь в эти выходные тебе исполняется 83. Всем привет, это Северодвинск в деталях. И сегодня о истории города, но глазами очевидцев. Городу Корабелов очень повезло, ведь до сих пор живы те, кто видел город, тогда еще поселок Судострой, совсем молодым. Погружаемся в 45-й. На третьем этаже, вот это как раз окно нашей квартиры было. А, то есть вы здесь жили? Да, в этом доме, вот как раз. И вот, значит, прибегал, прибежал как раз соседский парень оттуда, Витька, мой дружок. Пойдем, пойдем, скорее немцы, немцы, немцы. Я говорю, где немцы, не могу понять. Вот смотри, тут немцы, как на я выглянул, они уже тут стоят, такой, колонны стоят. А так, значит, дальше все, они туда выходят на профсоюзную и, значит, загибается их эта колонна. То есть длинная такая, да? Длинная, их очень много туда. И вот это самое, мы выскочили, смотрим, что и как. Ну, думали, ой, такие фашисты, они такие, жалкие, вид у них такой жалкий, пришибленный был уже какой-то, все оглядываются. Поясню, что Александр Николаевич Бурлов в городе Северодвинск живет с 42-го года. И мы с ним общаемся на тему строительства домов военнопленными немцами. Стройка шла кругом тут, и все это было своего рода зоной у нас, как бы заключенные кругом. Вот во всем этом дворе, во всем пространстве, громадного, вот так, в квартала, все были, работали заключенные. Александр Николаевич, расскажите о этой истории строительства домов в городе пленными немцами. Насколько это была масштабная работа, много ли было задействовано людей, да, военнопленных? Ну, военнопленным выпала уже в основном достройка начатого. Они, допустим, по старым, по забытым фундаментам, не по забытым, а по построенным фундаментам уже делали. И то, что осталось, заготовлено было в предвоенное время еще, вот это все было законсервировано. А потом, когда война окончилась, появилась футбольность, сразу же начали строить в этих местах. То есть просто были такие вот ленточные фундаменты, бетонные, чушечки торчали, как стойки, подобно как стойка для пловцов. И эти промежутки между этими устройствами для фундамента, заполнялись водой, заполнялись водой. Ну, дождевой обыкновенной, да, то есть не специально? Дождевая вода или, значит, грунтовая вода всякая, где какая. Ну, она довольно чистая, прозрачная порой была там, песок виден так. И вот мы ныряли с этих, значит, как плосцы заправские ныряли с некоторых. Здесь наиболее масштабно представлено, да, творение немцев? Здесь можно сказать, что масштабно, потому что здесь так они довольно кучно стоят, эти дома. Вот, почти все рядом, которые вот остались в той предвоенной поры. И дальше на них и строили. Многие еще говорят о том, что, ну, вот немцы строили как-то, ну, кажется, что какие-то стандарты качества, знаете, заложенные там, ссылаясь там на немецкие автомобили, знаете, такое, что что-то такое правильное, прямо настоящее, мощное. Как вот вы видели эту работу? Это правильно. Работали они всегда очень аккуратно, это было заметно во всем. Несколько там приглаживали швы, уже так чувствуется, что человек с душой работает. Вот он так, не то, что тяп-тя-ляп, и все, быстрее были, быстрее. Они делали быстро и в то же время очень качественно, потому что аккуратность, аккуратность, видимо, присущая немцам эта черта. Но, кроме того, еще прочее, они были, ну, как бы чувствовали себя очень виноватыми, что ли, перед нашей страной. Вот это тоже у них было. Они понимали, что наделала их страна для нас, для нашей страны. И как-то вот, ну, вину, что ли, свою хотели загладить. А так они потом были даже расконвоированы по городу. Ходили немцы довольно свободно. За рулем ездили. И видел я, у него он прямо двигается без всяких конвоев. Вот. И в то же время они торговали открытками, получали посылки, уже они оттуда, из-за границы. И эти присылали открытки. Открытки очень красивые были просто. Их с удовольствием покупали. То есть они как-то так, вот, в послевоенное время первое, да, влились в общество, грубо говоря, уже, да? Да. Например, я вот с Ягра возвращался какой-то раз по мосту. По мосту открылось, автомобили, самосвал идет. Так, садись, сел один, ну, в моем представлении немец, по-русски довольно смыслно говорит, что по-русски поговорили, поехали, значит. Вот он показал мне там открытки тоже показал, что я, может, кому-то предложил. Ну, у меня денег не было, он так меня за деньги провез. Без денег, вернее, провез. Действительно, завод, война и город Северодвинск всегда будут тесно связаны, как ни крути. И мы на эту тему нашли интересный сюжет. Работники завода в свободное время ехтсмены 20 лет назад взяли и прошли путем северных конвоев от Северодвинска до Рикьявика и обратно. В военные годы этим путем союзники нашей страны доставляли вооружение и провизию. Петр Георгиевич, расскажите, как вообще в голову идея пришла пройти такой неблизкий маршрут, но на сравнительно небольшой яхте? Ну, идея, она постоянно была у нас. Просто в это время она вступила, когда мы уволились с работы и можно было выезжать. То есть вы уже, будучи пенсионером, пошли, да, в доклавание? Да, да. 20 лет назад? 20 лет назад. Как готовились? К кому обращались? Как маршрут прокладывали? Ну, мы обратились в пароходство, они нам дали карты. А остальное все достали сами. Просто пришлось самим оформлять все. И после этого пошли. Немножко опишите сам маршрут, какие там моря, океаны, преграды, какие течения, ветра, вот это вот все. Насколько он сложный, возможно, для вашего судна? Вышли мы 13 июля и пошли прямо в горло. В горле встретили, как всегда, шторм. Немножко там поштормовали. И потом прямиком в Норвегию отправились. То есть в Норвегии, в Трамсио вошли в порт. И там постояли двое суток. Но они дольше стоять не разрешили. Сказали, что давайте, ребята, отсюда вматывайте. И мы пошли напрямую в Исландию. А Исландия была конечной целью нашей. И с самого начала. Почему? Там что происходило в годы Великой Отечественной войны? В годы Великой Отечественной войны там формировались конвои. Как раз вот эти вот все, в том числе и ПК-17 там же. То есть все союзники и Англия все вот там формировали? Да. В основном там. Не только там. Но в основном там, в бухте. Мы как раз в ней побывали. Как вас встретили в порту? Вот в Ликявике там поражены были, не поражены такому упорству, да, чтобы, так сказать, увековечить, да, эту память о северных конвоях? В Исландии туда много яхт приходит. Единственное, что они так немножко поразились, это то, что у нас лодочка маленькая. Там обычно приходят лодки метров 12, как минимум 15, вот, и так далее. А у нас было 9 метров всего лишь лодка. Три дня мы там пробыли. Они устроили нам экскурсию вот в эту бухту, как раз, где формировались конвои. Там кое-что еще сохранилось. Ну, так все в поломанном виде. И через три дня мы хотели бы побольше там побыть. Хотели объехать по периметру всю эту Исландию. Но пора нужно было возвращаться. В наших краях наступает уже, уже мы должны были вернуться где-то в сентябре. И здесь уже погода, соответственно, не наша яхта была. Поэтому мы поспешили. Вот когда шли этим маршрутом, да, вперед еще туда, не знаю, наверное, представляли себе на месте тех моряков на этих транспортах, которых там, ну, в годы войны что чувствовали? Да, нам было легко еще, намного легче, чем им, потому что там постоянно субмарины их атаковывали, авиация с Норвегии преследовала. А мы шли так, лишь бы не налететь, в крайнем случае, на какой-нибудь плавающий предмет. И, как говорится, вспоминать не хочется. Были такие моменты, и когда мы не успели даже по-настоящему испугаться, особенно, когда возвращались. Например? Ну, ночью однажды попали в хороший шторм, что с большим трудом выбрались. Только потом поняли, что могли погибнуть. Это у берегов чего, где примерно? Это примерно в середине Атлантики. То есть посередине большой воды, да? Да. Причем Северная Атлантика, она славится своими штормами, своими неприятными, нехорошими погодными условиями. Когда вернулись в Северодвинск, как это событие оценили, может быть, местная пресса или местное общество? Какие-то были дальнейшие такие действия? Ну, в газете что-то было напечатано, я забыл, не помню, вот, о нашем походе. Вот. И потом послали в Москву, нам присвоили мастеров спорта международного класса. То есть это переход, да? Он как-то спортивный считался, да? А сейчас в наше время город продолжает развиваться, застраиваются новые территории, старые дома сменяются на новые дома, меняются и сами люди. Мы решили вспомнить один из интересных периодов новейшей истории Северодвинска. Сейчас у людей моего возраста, возможно, нахлынут воспоминания. Я о игре «Дозор», которая также, наверное, заставляла игроков изучать историю Северодвинска, хотя они, может быть, сами этого и не желали, и не осознавали. Ну вот, кто еще, может быть, не понял, что это за игра, до сих пор можно, наверное, машину видеть, да, с такими наклейками. «Дозор». А он, кстати, назывался, по-моему, «Ночной дозор», да, изначально? Нет, он изначально назывался «Дозор» просто. Просто «Дозор». «Дозор Night Game». Он способствовал изучению города в принципе, то есть мы постоянно бегали с картами, раскладывали их там по капоту, чтобы понять, куда нам ехать, какая улица, ну что загадывали непосредственно там какую-то улицу. Вот. И из загадки было непонятно, что за улица там, Трухенова или еще какая-то. То есть вот дана там загадка про Трухенова, допустим, и ты пытаешься понять, про кого это, и какие у нас в городе в принципе есть улицы. То есть один человек у нас стоял со списком улиц и пытался как-то подставить что-то под этот. Или бывали шифровки, вот там типа «Азбука» и «Брайля». Там первые три буквы, допустим, разгадать смогли, и уже начинаем по улице подбирать. То есть какая улица подходит под это, и искали непосредственно, ну... А были, например, связанные задания с тем, в честь кого эта улица? Были и такие задания. То есть, ну... То есть здесь уже, получается, обращались к истории, к первостроителям? Да, обращались к истории, к первостроителям. У нас раньше еще был заброшенный, по-моему, склад на улице Первых причалов. И к ней постоянно практически обращались. То есть как только вот какая-то историческая тема проходит, то есть не обязательно, что именно к первостроителям города. То есть там еще и памятник первостроителям как раз стоит на этих первых причалов. Вот. И поэтому там этот... Загадывали периодически. В общем, игра «Дозор», она сыграла такую роль, да, немножко в образовании молодежи Северодвинска. Ну да, то есть там, в принципе, как бы... Приходилось изучать город, чтобы... Побеждать. Чтобы знать и побеждать, да, в этой игре. Вообще, немножко расскажи об этой игре. Когда она у нас появилась в Северодвинске, ну и вообще она с чего родилась? Ты был с самого начала в ней? Да, игра сама появилась у нас в Северодвинске где-то в сентябре 2007 года. Я начал играть с января 2008 года. И вот до тех пор, пока у нас игра проходила, я практически без перерыва играл во все игры. То есть она связана, безусловно, с автомобильным транспортом, да? То есть вот здесь была определенная завязка. Ну, это было всегда, потому что, как бы, у нас команды были... То есть мы собирались в нескольких экипажах. Экипаж – это одна машина. То есть в экипаж набивается там от одного до пяти человек, ну, сколько влезают в машину. И, соответственно, они по городу распределяются. Потому что у тебя одна точка может быть в Рикосихе, другая точка в Уйме. И, соответственно, из Рикосихи Уймы за полтора часа, в которой идет задание, а разгадать задание и доехать оттуда сюда, это по правилам дорожного движения невозможно. То есть это нужно в любом случае нарушить. Поэтому разбивались на несколько участков. И что одни там, допустим, стоят в одной части города, другие в другой части города, чтобы охватить весь город. Большая была тусовка? Очень большая. У нас в каждой команде было там по пять, по шесть экипажей. Там команд было около 14-15 штук максимально набивалось. Обычно где-то в аренде сети команд выходило, потому что там все экипажи туда-сюда объединялись по командам. Ну, где-то человек, наверное, тысяча, наверное, где-то было человек. В то время на улицах города ночью было неспокойно. В то время, да, было очень неспокойно. Особенно были интересны всякие флешмобы. Нужно было перед игрой подготовить костюм чебурашки, допустим, и в день ВДВ подойти к ВДВшнику и сфотографироваться. Все проходило гладко? Все проходило гладко относительно. ВДВшники добрые люди. По поводу сегодняшнего состояния. Есть ли эта игра, сохранилась ли в городе? У нас в городе осталось где-то команды, ну, вернее, экипажа 2-3, которые играют еще постоянно. Но вся игра уже практически переехала в Архангельс, потому что там больше всего экипажа, ну, игроков осталось. Больше в Архангельске, чем у нас. У нас здесь и играть уже осталось практически негде, потому что... Все уже исследовано, все уже исползано. Дело даже не в том, в Архангельске тоже как бы все исследовано, все исползано по несколько раз. Просто у нас все недострои, все заброшенные здания, которые были, ну, в которых проходили игры, их либо снесли и построили новый дом, либо достроили и уже как бы играть-то негде особо. А это тоже становится хорошо? Город растет, развивается, да? То есть вот эти строительные объекты тоже добавляли такой адреналина, то есть надо было там что-то найти, какую-то отгадку-загадку. Ну, там да, то есть изначально это как бы была концепция какая-то. То есть тебе приходит в интернете загадка, ты пытаешься разгадать, загадана либо улица какая-то, улица, номер дома там или какое-то место непосредственно, куда нужно приехать, либо найти агента, ну, там это обычно указано в задании, что нужно найти кого-то. Агент это может быть обычный человек, ну, допустим, на площади также стоять, к нему нужно подойти было, сказать ключевую фразу, он тебе даст сказку там, куда ехать дальше, или код дает непосредственно. Другой тип заданий был приехать на какой-то заброшенный объект и найти там несколько кодов. То есть код это такая буквенно-цифренная такая надпись на стене, вот, и запрятаны они обычно были в таких местах, что даже не догадаешься, что там можно в принципе написать маркером что-то. Ну, и с какой регулярностью сейчас проходят игры вот в Архангельске? Ну, сейчас где-то по сезону это шесть игр в год. Вот такие необычные истории мы решили вспомнить ко дню города. Давайте любить наш город. Это Сверодвинск в деталях. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и присылайте свои темы для разбора в нашем телеблоге. А пока, до встречи!